Здравствуйте! Я приветствую вас на канале Процветок. Зовут меня Татьяна Курлович. И сегодня мы с вами поговорим о сортах голубики. Сортов голубики в мире уже сейчас более 300. У нас на нашей экспериментальной базе ботанического сада их больше 60 в коллекции. Но тем, кто выращивает голубику на даче или занимается непосредственно выращиванием голубики на ягоду на промышленных плантациях, естественно, такое количество сортов ни к чему. Для этой цели достаточно выбрать несколько самых красивых и продуктивных, ну, естественно, вкусных, урожайных и устойчивых к болезням и вредителям. И заниматься именно выращиванием. Ну и, естественно, на дачном участке, да и на промышленной плантации нужно подобрать сорта по разным срокам созревания, то есть, чтобы достаточно длительный сезон у вас была свежая ягода. В нашей коллекции есть как очень ранние сорта, так и достаточно поздние. Вот мы находимся в Врестской области, Ганцевский район. Так вот у нас сбор ягоды практически начинается с первой декады июля и заканчивается с заморозками. Это уже как повезет. Если заморозки в сентябре, значит до сентября. Если в ноябре, значит может быть свежая ягода и до ноября. Итак, мы находимся на посадках сорта Патриот. Этот сорт среднеспелый, с очень крупной красивой ягодой, высокоурожайный и устойчивый к болезням и к морозам. Хорошо переносит наши зимы и даже в Подмосковье растет замечательно. Но у этого сорта есть один недостаток. У него ягода имеет слабый сизый налет, который очень легко стирается. Даже можно кое-где видеть, вот прямо на кусте ягода еще висит, а она уже без этого сизого налета, то есть она темно окрашенная. И когда ягода оказывается на рынке или в магазине, за счет того, что этот налет стертый, в свежем виде, она выглядит как уже лежавшая несколько дней или даже неделю или больше. Поэтому она не очень пользуется спросом у покупателей. Поэтому, несмотря на то, что сорт очень урожайный, вот ветки прямо гнутся, чуть ли не ломаются и крупноплодный. Вкус у него специфический, с кислинкой тоже на любителя. Но для промышленного выращивания я бы этот сорт не рекомендовала. Дачникам можно, конечно, прийти, собрать и съесть с куста свежую ягоду. Всегда можно. А вот при торговле на рынке через магазины этот сорт не очень пользуется спросом из-за вот этого недостатка. Вот сейчас мы перешли к другому сорту. Вот этот сорт раннеспелый. Сорт называется дюк. И вот здесь мы видим, хотя урожай еще хороший, но здесь уже это только треть осталась от того, что висело на этом кусте. Потому что ягода зреет рано, и ее мы уже собрали. Вот здесь налет этот долго держится. Ягода достаточно плотная, сладкая по вкусу. И я сказала вот ранее, она у нас где-то в первой декаде июля зреет. Ну, где-то в севернее, там, Битебская область, Подмосковье, это будет, наверное, конец июля. Но, тем не менее, этот сорт заслуживает внимания как дачников, так и голубиководов, выращивающих на промышленных плантациях. Потому что сорт очень урожайный, устойчивый, с крупной и красивой ягодой. И у которой вот этот сизый налет, который придает такую красивую окраску этой ягоде и привлекательный вид, у этого сорта сохраняется достаточно долго. И он как раз крупный, ягода такая плотная, немножко сплюснутая, хорошо транспортируется. Поэтому этот сорт я бы рекомендовала выращивать не только на дачном участке, но и на промышленных плантациях. Вот это мы сейчас с вами смотрим сорт Денис Блю. Это один из австралийских, точнее новозеландских сортов, полученных из сеянцев, выращенных в Северной Америке. И отобранный скорее для условий Новой Зеландии. Но, тем не менее, он прекрасно себя чувствует и в наших условиях, и даже гораздо севернее, в Подмосковье, в средней полосе России. Этот сорт отличается очень крупными плодами. Она, ягода больше двух сантиметров в диаметре, где-то два с половиной, может быть даже до трех. Очень редкими такими свободно висящими кустами. Ягоды легко обрываются, хорошо подходят для механического сбора и очень хорошим десертным вкусом. Созревает она немножечко позже блюкропа, ну буквально где-то на неделю. То есть блюкроп уже начинает заканчиваться, а Денис блю в это время как раз созревает. Но что самое интересное, у него первая и последняя ягода мало отличаются по размеру. Вот первая уже созрела, последняя еще вот только собирается, краснеет. Но она, когда убирается крупная, она наливается и увеличивается в размерах. И почти достигает размера первой ягоды. То есть у Денисы блю последняя ягода примерно по размеру как первая у блюкропа. И я уже говорила, что она очень хорошего десертного вкуса. И кто попробовал именно этот сорт, уже ищут именно его. Поэтому я бы этот сорт рекомендовала как дачникам, так и фермерам. Хотя ягода у нее немножко красноватая по окраске. Но вот этот сизый налет, даже через него просвечивается. При этом, несмотря на такую более светлую окрашенность, вкус изумительный. Один из лучших сортов с вкусовыми качествами. Я бы сказала, что этот сорт можно считать эталоном вкусовых качеств голубики. Сейчас мы подошли к самому популярному во всей мировой практике выращивания голубики сорту. Это сорт блюкроп. Как видите, ягода у него достаточно крупная. В плотных таких сжатых кистях. Немножко уплощенная. И с очень интенсивным вот этим сизым налетом, характерным именно для голубики. Что и является основным таким качеством, привлекающим к этой ягоде. Потому что вот такой небесно-голубой красивый цвет, конечно, он просто поражает. Ягода вкусная, сладкая. Сорт среднеспелый, урожайный, устойчивый. Причем вот этот сорт считается жаро- и засухоустойчивым. То есть, если ему не хватает влаги, он все равно выдерживает очень хорошо эти условия и плодоносит. Но зато, если у вас климат влажный, сырой, то сорт все-таки болеет немножечко. Поэтому с этим сортом тоже надо условия подбирать. Хотя во всем мире, именно при выращивании на промышленных плантациях, ставка делается именно на этот сорт. То есть, половина урожая всей голубики, которая производится, это сорт блюкроп в основном. Его можно выращивать как дачникам, так и на промышленных плантациях. В принципе, этот сорт никогда особо не подводит с урожаем. Поэтому именно на плантациях его закладывают от 40 до 60% площади. И, в принципе, не проигрывают. Хотя в последнее время очень много стало уже плантаций у нас и везде. Поэтому цена немножко падает. Но, тем не менее, вот этот сорт был популярен и остается. В общем, лучше его для промышленного выращения голубики пока не нашли другого. Сейчас мы подошли к одному из самых ранних наших сортов. Не самый ранний, но, я бы сказала, средне-ранний скорее. Он у нас созревает где-то в первой декаде июля начинается созревание. Ну и дальше. Уже вот видно на кусте, фактически вся ягода зрелая к настоящему времени. Хотя ее еще не успели собрать. Первая ягода крупная, последняя может быть мелкой. Но, тем не менее, сорт заслуживает внимания как садоводов-любителей, так и тех, кто занимается промышленным выращиванием. Из-за раннего созревания и своей устойчивости к неблагоприятным условиям. Причем она устойчива как в нашей зоне, так и гораздо севернее. В Подмосковье тоже чувствует себя прекрасно. И растет и на дачных участках, и на промышленных плантациях. И это один из первых сортов. Хотя у нее ягода такая, может быть, немножко мелковатая. Но за счет того, что она созревает в числе первых, она пользуется спросом на рынке. Поэтому могу порекомендовать и этот сорт для выращивания. Сейчас мы с вами подошли к позднему сорту. Как видите, вот Блюэта уже фактически все созревший. Дюк уже часть собрали. Блюкроп тоже частично собран. А вот мы подошли к сорту Элизабет. Здесь только отдельные ягоды первые вызрели. Но этот сорт заслуживает внимания как один из очень хороших, позднеспелых сортов. Ягода у него такая плоская, плотная, хорошо транспортируется. И достаточно крупная. Здесь кустик не так сильно развит. Она бывает еще крупнее, самая первая. И с очень хорошими вкусовыми качествами. Поздние сорта, конечно, они менее урожайны, чем ранние и среднеспелые. Из-за того, что позже начинается закладка цветковых почек. За счет того, что силы тратятся на плодоношение. А плодоношение это конец августа, сентябрь, даже октябрь месяц. Естественно, закладывается меньше цветковых почек, урожай меньше. Но в это время ягоды на рынке мало. И, естественно, вот эта голубика пользуется спросом. Тем более, ягода красивая и вкусная. Хорошо держится этот сизый налет. Ягода плотная, хорошо транспортируется. Поэтому ее можно посоветовать не только дачникам, но и промышленным голубиководам тоже. Кроме тех сортов, которые мы с вами уже видели. Вот чисто для дачников я бы хотела порекомендовать такой сорт, как Харди Блю. Здесь вот на кустах видно, что ягоды много. Но она мелкая по сравнению с теми сортами, которые мы с вами видели. Но вот достоинство этого сорта в ее вкусе. Я говорила, что эталоном является сорт Дениза Блю. Вот по вкусу они из одной партии, кстати, получены. Харди Блю по вкусовым качествам Дениза Блю не уступает. Но у нее мелкая ягода, поэтому для товарного производства этот сорт подходит не очень. А вот посадить у себя на даче, чтобы кушать именно вкусную ягоду, это вполне можно. Ну и напоследок хотелось еще вам показать один из популярных поздних сортов. Сорт Эллиот. У этого сорта ягода зреет где-то в сентябрь месяц, туда октябрь. Он один из завершающих сезон именно плодоношения голубики. И в наших условиях на юге Белоруссии он вызревает частично. Бывают, конечно, сезоны, такой, как в прошлом году был, очень долгий, теплый. Он может вызреть значительная часть. А так вызревает небольшая. Тем не менее, время созревания этого сорта преподает на такой период, когда голубики на рынке нет. И спросом ягода в это время пользуется. А учитывая то, что у Эллиота ягода, я бы сказала, похожа на блюкроп по форме. Тоже вот у нее такой интенсивный сизый налет. Очень красивая и с таким мякоть с хрустом таким особым. И вот именно созревание ее в период, когда уже заканчивается ягода голубики на рынке, как раз очень удачно. Потому что именно для промышленного выращивания этот сорт подходит для позднего сбора. Поэтому можно его посадить, конечно, и на даче. В затишном месте он тоже частично вызреет, чтобы под заморозки не попадал. Тоже хорошо покушать свежую ягоду в сентябре, в октябре. Но и промышленным голубиководом для позднего сбора этот сорт тоже можно использовать. Ну и еще, кроме вот этих основных сортов, которые мы с вами посмотрели, я говорила, что в мире уже порядка 300 сортов. Можно, конечно, привлекать для выращивания и другие. Только нужно смотреть, чтобы они подходили по срокам созревания для данного региона. И были устойчивыми в конкретных условиях. Сортов много, но мы вот перечислили те, которые пользуются спросом давно, проверенные. И стоит делать ставку именно на них. Можете пробовать что-то новое, потому что наука не стоит на месте. Выводятся новые сорта. Но я бы не сказала, что они вот тот же сорт блюкроп чем-то превосходят сильно. Да, они урожайные, у них крупная красивая ягода. Но лучше использовать то, что проверено, чем высаживать сорт, который не прошел испытания, не введен у нас в реестр и неизвестно, как он себя будет вести. Есть сорта из экзотической окраски ягоды, в частности, с такой малиново-красной. Можно высаживать и их, но они у нас не прошли еще сорта испытания. И непонятно, как они будут себя вести. Поэтому, конечно, можно посадить экзотику, интересно, красиво. Но сильно увлекаться этим не стоит. Если хотите ягоду, поэтому пользуйтесь именно нашими рекомендациями. И высаживайте проверенные сорта, чтобы не оказаться без урожая или с больными растениями. Большое спасибо. До свидания. Успехов вам в выращивании голубейки. Редактор субтитров А.Семкин